А что вы имели ввиду? Я так и не понял. Я нашел девочку. Ну, сколько вы предоплату унесли, девочки? Ну, там предоплата 2000 рублей была, я ей отправил. Так, а страховку не вас запросили? Нет. Ну, сейчас перезвонит, попросят. Какую страховку? Смотри, это получается, что когда тебе девочка приедет, чтобы от тебя не было такого синяки, всадина, укусы, побои, порезы и так далее, чтобы ты себя вела адекватно, ты же адекватный, нормальный? Ну, да. Ну, вот, смотри, получается, двухфазная страховочка идет за адекватное поведение, она стоит 16 400 рублей, ты вносишь 16 400 рублей, тебе приезжает девушка, отдыхает с тобой, там, один час, ты ее на час заказал, правильно, или на два? На два часа, на два часа, приедет, тебе девушка отдыхает с тобой ровно два часа, и после адекватного отдыха она тебе их возвращает обратно. Сейчас я вам отправлю на смс-сообщение реквизиты, вы сделаете оплату за страховочку, и девочка подъедет. Что? А вы-то тут при чем? Вы обратились в наш салон, я администратор со сайта, с этого салона, и вот вижу, вы в нашем салоне девушку сейчас заказали. Ты только что мне сказал, что меня обманули, там, какие-то чеченцы будут звонить. Да это же шутки, конечно, но вы что, уважаемые, на салон работаете более трех лет, потому что вы шуток, юмор не понимаете. Просто есть такие люди, которые обращаются в первый раз, и они там боятся предоплаты, и мы вот так вот с ними шутим. А, ну что-то невесело, вы шутите. Слушай, нет, не волнуйтесь, смотрите, давайте во время разговора сделайте перевод, я вам что-то продиктовали визиты. Ну, при чем, я же девочку заказал. Вы заказали в нашем салоне, поэтому я звоню у вас и запрашиваю страховку. Ну и какую девочку я заказал, как ее зовут? Я вот вижу сейчас компьютер, что от вас висит заявка. Мне просто передали информацию, чтобы вам перезвонить, попросить у вас двухфазную страховку. Сейчас я ей позвоню, узнаю. Вы сейчас оплатите у нас, в нашем салоне. Я девочке позвоню, которую заказал, и узнаю у нее. Вот эту. Ну, а зачем вы ей будете звонить? Зачем вы будете той девочке звонить? Так я же ее заказал. Так я администратор сайта, вы же слышите меня, уважаемый? Какого сайта? Выбор через наш интимный салон «Голубая лагуна». Я индивидуалку вызвал, какая «Голубая лагуна»? Какие индивидуалки, уважаемые, переработайте индивидуалки на сайте, вы ее на сайте нашли. Столько салона могут выкладывать анкеты. Сейчас я ей позвоню, скажу, какая-то еще женщина мне звонит. Так подождите, зачем это все надо? Вы просто заплатите страховку, во время разговора со мной, и она подъедет. Я же не вас заказываю, сейчас я ей позвоню и разберусь. Так вы не меня, вы девушку в нашем салоне заказываете, понимаете? Так я не знаю, ваш салон, не ваш салон, сейчас я ей позвоню. Уважаемый, вы страховку согласны оплатить? Сейчас я ей позвоню, узнаю, все, и вам перезвоню. Вы мне просто скажите, вы согласны оплатить страховку? Так она у меня не просит никакую страховку. Я вот вам объясняю, что сара попросит, вы согласны ее оплатить? Ну я с ней решу этот вопрос, вы-то тут при чем? Вы в мой салон позвонили, вы что-то не понимаете, уважаемый? До свидания, я ей сейчас позвоню. Выдумаю, сейчас вы... Алло. Алло, ну и что ты мне лапшу на уши вешаешь? Какие там 16500? Она сказала, 5000 страховка и все. Она сейчас ко мне подъедет. Смотри, ладно, давай тогда тебе просто сейчас правду расскажу, все же. Все это обман, и я тебя тоже хотела обмануть. И она тебя обманывает. Не веришь, скинь сейчас мне пятерку, еще попросит, и так и будет, и будет, и будет. Так а ты кто, я не понимаю? Так, враговочки сосают вообще. В смысле, ты такая же обманщица, что ли, как она или что? Да, да. А смысл вам? Они там себе разводят, я себе разложу. Так ты даже и не девушка, да, наверное? Ну нет, не девушка. Ну не знаю, я же с ней сейчас пообщался, она сказала, 5000 депозит какой-то возвратный. Ну вот сейчас внесешь этот депозит, она скажет, второй депозит. И там скажет, надо было страховку, или 2000, и надо одним человеком было платить. Скинешь 7-8 тысяч, надведут тебя тысяч на 30, на 40. Это, если Бог так, надведут тебе. Не веришь ни к чему полностью, скажу так, просто не веришь ни к чему. Чтобы вот еще тебе, знаешь, что говорить там, бухать тебя там, пробьют тебя где-то еще там, будут пробивать там по данным, там по ботам, разным. И будут там семью твою там туда-сюда пугать. Чуть-то развод, скажу тебе, правда, честно. Раз вот у меня не получил тебя, развести, так ли, пускай она не разводит. Ужас, здание. Ничего себе. Понял? Вот, все. Ну, пообщаться, я тебе тоже расскажу, Таня. Я специально позвонил, чтобы записать видео. Я сейчас записываю на YouTube это, выложу, как ты признаешься, как ты мошенник. Скину тебе ссылку. Знаешь такого, антимошенник? Алло. Что тебе надо? Хочу спасибо тебе сказать, то, что я все рассказала. Ты молодец. Я возьми урод у твоей мамы. И ты тоже молодец. Знаешь, что я тебе скажу? Дабыло тебя, да. Урод возьми у твоей мамы. Да, да.